Здравствуйте дорогие друзья! Я Ольга Куликина, дизайнер интерьеров и руководитель бюро дизайна и архитектуры New Interior. Сегодня я вам расскажу об одном из наших проектов под названием «Дусветная квартира в современном стиле 160 квадратных метров». Это не последний проект, он был сделан некоторое время назад. Квартира называется «Дусветный» именно потому, что общая площадь квартиры на одном этаже и есть такая лесенка, которая ведет на балкон второго этажа. И что мы с этим делали, я вам подробно расскажу с показом визуализации. А сейчас перейдем к просмотру планировочного решения. Вход в квартиру находится в этой части. Мы попадаем в холл, в котором находятся какие-то канализационные трубы. Здесь, видимо, была кухня. В этой части большое двусветное помещение, то есть есть некий балкон. Я покажу потом отдельно. Лестница, которая вела на второй этаж. И здесь комната, здесь ванная, санузел. В этой части тоже ванная комната. Много, как вы видите, различных неудобных коридоров. Еще комната с балконом и вот эта маленькая комната. Что касается второй... Почему я называю двусветная квартира? Что второй этаж неполноценный, и клиент не хотел его делать вторым полноценным этажом. Ему нравилось, что у него двусветное помещение, очень много солнца попадает. Поскольку это последний этаж, то тоже очень много солнца, света и вид на весь город. На втором этаже вот такой вот был балкончик небольшой, который мы впоследствии расширили. Согласно пожеланиям клиента, квартира создана для семьи из трех человек. Муж, жена и будущий ребенок. Мы заходим в холл. Мы здесь убрали границы предыдущего помещения. И вход на кухню мы заложили. Здесь вот у нас получился шкаф. На кухню мы можем заходить через этот проход. Здесь разместили достаточно вместительную кухню с острым, как хотел клиент. Разместили столовую зону, а вот эту перегородочку мы создали для того, чтобы разделить пространство между кухней и гостиной. В то же время это не просто так было создано. Поскольку расчеты не были сделаны на этот момент, а клиент хотел расширить балкон, мы предположили, что здесь необходимо сделать колонны. Поэтому у нас организовалось вот такое место с красивой витражной перегородкой для телевизора. Мы ее впоследствии заменили на другой вариант декора. Объединили санузел и ванную комнату. Получилось единое помещение. В этой части мы создали комнату, которую назвали как гостевая, потому что впоследствии она планировалась как детская комната. Но в настоящее время как гостевая может использоваться. Мы избавились от узкого коридора вот в этой части, разместив здесь часть ванной комнаты и, собственно, саму ванну. Получилась достаточно просторная ванная комната с унитазом, биде, душевой кабиной и ванной. Вход в спальню. В этой части находится шкаф. И мы решили, что вход в это помещение вполне уместен из спальни, потому что это кабинет хозяина, в который он никого не планировал приглашать, никаких гостей. Это чисто для работы. Симметрично расположенная композиция. Вот такой получился план первого этажа. Ну, а что касается второго этажа, второго света, то мы расширили в два раза балкон. И здесь он попросил такую зону отдыха с тренажерами разместить. То есть спортзалом полноценным это нельзя назвать, но вот некие там какие-то беговые дорожки, что-то еще. И вот видите, диванчик, это на самом деле со второго этажа, с балкона второго этажа виден диван и видно помещение гостиной. Перед нами гостиная. Гостиная отделяется от кухни, столовой с помощью вот такой вот перегородочки. Первоначально мы планировали сделать здесь несущие колонны, потому что достаточно большой пролет. И возникла идея не просто колонны так поставить, надо же как-то их одекорировать. Мы решили, что мы создадим зону для телевизора. И чтобы на просвет не было видно кухни, мы решили разделить с помощью витражей. Витраж из пескоструя. Здесь был выбран достаточно простой рисунок, геометрический. И вот стекло с пескоструем, это непрозрачное стекло, но сквозь него проникает дневной свет. То есть это дает дополнительное свечение и создает воздушность помещения. Тем не менее, впоследствии, когда мы уже делали ремонт, у меня есть фотографии ремонта, клиент решил изменить вот эту перегородку вместо пескоструйного витража на Оникс. На самом деле это редко бывает, когда клиент старается сделать проект более дорогой впоследствии, чем он первоначально задуман. Приобретение Оникса, конечно, привело к подражанию и к определенным работам, которые необходимо было выполнить. Натуральный Оникс – это тяжелый материал, камень натуральный. Для него сделали конструкцию металлическую. Это видно на фотографиях с объекта во время ремонта. Для того, чтобы не пропал эффект свечения Оникса, было принято решение сделать подсветку. Оникс, вы знаете, это камень, который светится. Но на самом деле не все породы Оникса светятся. Некоторые бывают очень темные, такие красно-коричневые. Там почти не просвечиваются прожилки. Мы выбрали светлый Оникс, не желтый, он такой белый, чуть-чуть с желтоватым, желтовато-зеленоватым оттенком. Это видно на фотографии. И сделали там светодиодную ленту на тот момент. Ленты чаще использовались, чем линейки. И тем самым мы создали эффект свечения. В нижней части, поскольку у нас планировалась установка тумбы, мы, в принципе, как и с вариантом витража, так и с вариантом Оникса запланировали сделать, скажем, перегородку непрозрачную, из гипрока. Во-первых, для того, чтобы туда встроить розетки. Хотя на сегодняшний день мы еще используем, на самом деле, такие розетки, которые называют лючками. То есть розетки, которые встраиваются в пол. Это можно увидеть на видео съемки готового реализованного объекта под названием «Квартира солнечной террасы». Что здесь еще было решено? Клиент захотел сделать камин. Как этот камин создавали, не на визуализации, а уже вживую, тоже видно на фотографии. То есть создали конструкцию определенно. Это камин известного европейского производителя, очень качественный, дорогостоящий. И, на самом деле, камин дровяной мы заказали сюда. Удалось это согласовать. И, кстати говоря, это был первый камин в этом районе согласован. И после этого уже последующие желающие могли более легко это согласовать. Так что у нас это был такой вот серьезный шаг. До этого ни у кого не было дровяного камина. Если бы не удалось дровяной камин согласовать, то, конечно, мы сделали бы и заказали сюда уже биокамин. Но вот нам удалось настоящий дровяной камин. Опять же, это еще получилось благодаря тому, что это последний этаж, и мы могли дымоход провести на крышу. Ну, то есть все сделать как положено. Такой вид открывается со второго этажа, с балкона второго этажа вот этой двусветной квартиры. Здесь мы видим гостиную зону с ковром. Мы видим фрагмент лестницы. Имейте в виду, что впоследствии мы сделали встроенные конвекторы в зоне выхода на балкон. Сделали мы их 8-сантиметровые. Они бывают 10-сантиметровой глубины и 8-сантиметровой глубины. 10-сантиметровые, как правило, есть на складе. Их можно тут же купить. 8-сантиметровые – это заказная позиция, достаточно редкая позиция. Поскольку здесь очень много остекления, то, чтобы сохранить тепло в квартире, предусмотрено было много различных радиаторов. И на фотографии видно, какие радиаторы установлены были под окна. Потом были высокие радиаторы установлены, ближе к выходу на балкон, например, в спальне. Дизайн радиаторов мы использовали не традиционный, чаще всего встречающийся у немецкого производителя, а, как вы видите на фото, более узкие элементы. Почему-то чаще используемые радиаторы нашему клиенту показались советским. Он сказал, что у него в школе такие были, что для меня было крайне удивительно. И он выбрал другую модель. И что самое интересное, мы здесь использовали еще каменный радиатор. Каменный радиатор вы видите на фото. Он может быть с изображением какого-то рельефа. Он может быть с изображением каких-то египетских мотивов. То есть в коллекции этих французских радиаторов есть конкретные изображения, или египетские мотивы, или еще какие-то варианты цвета тоже на плашке. Представлены такие квадратики, что-то может быть песочного цвета, зеленого цвета, еще какие-то варианты цвета можно выбирать. Можно на самом деле и выбрать, скажем, подогнать рисунок из стандартной коллекции под размер нужный нам радиатора. Мы так делали, например, фотография с египетским мотивом. Мы вот это изображение подогнали под другие размеры радиатора, которые использовали в своем проекте под названием «Трехэтажная квартира в Павловске». Также мы такой радиатор, кстати говоря, тоже в других размерах использовали в квартире с артефактами. Здесь радиатор мы установили. Вот здесь, к сожалению, не видно на визуализации. Мы видим как раз такой большой шар. Это освещение, ну, светильники красивые, итальянские такие, из муранского стекла. Вот в этой части он решил установить радиатор с таким изображением достаточно современным. И, кстати говоря, это было решение только из-за красоты. По теплу было все рассчитано, и тепла достаточно было. Но вот, причем это очень дорогое удовольствие. Даже боюсь так сразу называть эту стоимость. Кто заинтересуется, потом может мне написать в личку, я обязательно отвечу. Вот он сказал, мне просто нравится, и я хочу такой радиатор. Мы его установили вот между вот этими окнами. И на втором этаже заказали панно тоже с таким рельефом. Визуализации второго этажа мы не делали, потому что там планировался спортзал и некая зона отдыха, как я вам уже сказала, при просмотре, при показе планировочных решений. Ну, в общем-то, нарисовать просто тренажеры и еще не запланированное панно было неправильно. Мы впоследствии в рамках авторского надзора уже регулировали вот это изображение. На визуализации с лестницей, обратите внимание, виден фрагмент второго этажа. Отсюда на самом деле не видно ни диванов, которые были запланированы, ни спортивных тренажеров. Вот такое небольшое голубое свечение, несогласованного еще варианта как бы панно. Когда мы уже определились с радиатором и было принято решение, что это будет такой рельеф, он как напротив, они друг с другом должны были сочетаться. Визуализации нет, это впоследствии исполнили. Что касается дизайна помещения и оформления, то здесь у нас люстра на двусветное пространство. На самом деле тут достаточно большая длина была. И может быть вы видите еще вокруг такие вот софиты. На самом деле это идея клиента использовать готовые изделия итальянского производителя с муранским стеклом, такие как бы декоративные люстры, и добавить туда софиты. Мы еще долго думали, там как бы в чертежах это надо было предусмотреть. Вот такую схему. Но это как бы была такая идея клиента. Он тоже захотел поучаствовать в дизайне, быть дизайнером. Оформление стены, это как бы кирпичная кладка. Вот такие горизонтальные из темного венги полочки вы видите. Это и полочки, и подсветка. Пользоваться как полками нельзя. Это такая подсветка кирпича, чтобы он более рельефно смотрелся. Вид со стороны кухни совершенно замечательно демонстрирует, как работает витраж. То есть нами это было задумано. Светится это стекло, и дневной свет, яркие солнечные лучи попадают в зону кухни. Небольшой столик обеденный, и кухня с островом. На самом деле кухню мы выбрали конкретную, с красивыми такими черными глянцевыми фасадами. Здесь, обратите внимание, плита установлена в острове. И на тот момент еще не было таких вытяжек, которые встраиваются в потолок. Поэтому здесь мы использовали островную вытяжку. Ярко выражена она таким прямоугольником, как бы спускается с потолка, над варочной поверхностью нависает. На этой визуализации вы видите холл. Из холла видна лестница, которая ведет на балкон второго этажа. Напротив входной двери располагается большой красивый шкаф одного из самых известных и серьезных производителей по этим всем системам. Этот шкаф перегораживает. Предварительно был здесь вход на кухню, но мы его после перепланировки заложили. И в этом шкафу очень много проводов. Почему появились вот эти все провода? Дело в том, что клиент захотел заказать систему «Умный дом». Управление было запланировано вентиляцией и кондиционированием, также освещением и системой шторы-жалюзи. Конечно же, система «Умный дом» предусматривает еще много различных возможностей. Например, мне очень нравится система «Мультирум», которую мы использовали в проекте «Солнечные террасы», и на самом деле в проекте «Квартира в центре Санкт-Петербурга». Это очень популярно управление звуком определенным образом. Кто не смотрел эти видео, можете посмотреть. Ссылочку для вас обязательно оставлю в описании. Здесь клиент выбрал наиболее для него подходящие функции, в частности, те, которые я перечислила. У нас в регионе Санкт-Петербурга бывают белые ночи. Конечно же, имеет смысл продумать, как у нас будут закрываться не только от ярких солнечных лучей, но и от ночного, так сказать, дневного освещения помещения даже в зоне гостиной, потому что там, например, просмотр телевизора лучше делать в более темном помещении. Так что здесь вот это было все предусмотрено. И самое главное, что при системе «Умный дом» можно было заказать, мы заказали электроарматуру, в которой в таком квадратике буквально разные системы запитаны. То есть, например, бывают пятипостовые рамки. Одной клавишей мы включаем верхний свет, другой клавишей мы включаем ночную подсветку, третий клавишей мы включаем вентилятор, что-то еще. Эта система позволяет в одном таком квадратике с помощью манипуляций и сочетания каких-то двух клавиш сделать управление светом в нужном нам режиме. Например, хочется вечернее освещение, и при вечернем освещении, допустим, нужен яркий свет только. А бра не надо включать. Значит, путем нажатия каких-то клавиш это получается. Либо наоборот, интимное какое-то освещение для просмотра телевизионных передач, или для беседы в такой более спокойной обстановке с друзьями или членами семьи. Вот это все возможно. Это вид на другую часть холла. Вот отсюда, через этот проем, мы попадаем в приватную зону. В приватной зоне, как вы помните, находится несколько помещений. Это, собственно, спальня хозяина, кабинет, в который можно попасть через спальню, и ванная комната, которая включает в себя биде, унитаз, душ и ванну. На экране вы видите спальню. В спальне мы использовали декоративную штукатурку, вот такой вот портал, пеобразной формы над кроватью. И внутри мы сделали панно с изображением, в данном случае, там, головы девушки. Но по факту, в реализации, клиент все-таки заказал не панно, а решил потратиться на более дорогой вариант, на ручную роспись. Но мы достаточно долго выбирали по образцу этот вариант. В спальне за шторой вот здесь на визуализации не видно, а на фотографии видно, вот как раз высокий радиатор находится. Что касается отделки подоконников и подоконных ступеней, мы использовали натуральный камень, натуральный мрамор. Если клиент не планирует сделать пол вровень, как бы, ну, вровень с балконом, и остается такой небольшой бортик, мы делаем туда из мрамора балконную ступень. Если же хочет вровень, то тогда, конечно, требуется замена стеклопакетом. С противоположной стороны мы видим такую же роспись, которая повторяет портал, и шкаф, встроенный в нишу. Из спальни мы попадаем в кабинет. В кабинете используются современные отделки. На самом деле просто покраска, картина украшает стену за креслом, рабочий стол, современные светильники, и на самом деле система освещения и вентиляция. Вот, в принципе, на фотографии видно, как мы это решение сделали. То есть на визуализации такие поворотные светильники, софиты, а там мы сделали уже устроенные в такие ниши, и вентиляционные решетки достаточно такие большие, крупные, мощные. Несмотря на то, что прошло время, на сегодняшний день для решения вопросов по вентиляции и кондиционированию точно такие же решетки используются. Перед вами хозяйская ванная. Над инсталляциями бидея унитаза мы сделали ниши. Для отделки стен мы использовали плитку из керамогранита, из коллекции итальянского производителя, и выполнена она под оникс. Очень красиво получилось, то есть легкий уход, в то же время это как бы вариант отделки более экономичный. Что касается душевой зоны, мы предусмотрели сюда в стройку солярий, у меня такой тоже дома есть, и, кстати говоря, на видео вы можете посмотреть про дизайн проект моей квартиры, реализованный объект. Там есть такой солярий с функцией инфракрасной сауны. Здесь вот он встраивается немножечко по-другому, у меня он просто в углу как навесной. Здесь мы предусматривали в стройку в стену, то есть надо было сантиметров 20 толщину стены предусмотреть. На потолке вариант решения под названием тропический ливень. И, кстати говоря, здесь были еще предусмотрены колонки для звука. Вот как раз принимая душ, можно слушать музыку. Такая полоса декоративной зоны проходит по всему помещению. Здесь мы видим ванна, раковина. Все современное и довольно простое. Но надо отдать должное. Клиент сделал гостевой санузел очень-очень таким ярким и особенным. Мы здесь использовали плитку из коллекции немецкого производителя, который использовал систему LED-подсветочки, то есть в керамограните встроенные сразу светильнички. Вот эти точечки, которые... Кстати, очень сложно по визуализации сделать. И вот мы видим вот такие вот точечки-светяшки. Это такая плитка с этими светодиодами. То есть она и при монтаже достаточно сложная. И на самом деле это очень дорогое удовольствие. Поэтому на сегодняшний день эта коллекция снята с производства. К сожалению, никто из вас уже такой себе не сможет заказать, пока там новый производитель вдруг не захочет тоже эти коллекции производить. Дело в том, что поскольку это очень дорогая коллекция, то, естественно, она не так популярна. Но вот нам удалось поработать с этой коллекцией и создать очень интересный интерьер. По гостевой комнате было сделано два варианта. На самом деле гостевая впоследствии должна стать детской комнатой. Многие клиенты так заказывают на сегодняшний день. Все планируют семью с детьми и задумываются об этом заранее. Вы, наверное, на многих моих видео видели, что вот такие как бы проекты мы создаем. Здесь это не исключение. И точно так же была предусмотрена детская, которая в настоящее время планировалась для использования как гостевая комната. Мы сделали встроенные в такие гипрочные ниши софиты квадратные. Это современно панно на стене. Комната выполнена в таких песочных оттенках. Угловой диван, он часто пользуется популярностью. Напротив дивана композиция для телевизора с легкими какими-то полочками. Таких вариантов у итальянцев очень много, можно заказать. Ну и, конечно же, встроенный шкаф плотяной. То есть это все присутствует. Один из вариантов у нас был еще с использованием очень красивого панно в голубых оттенках. Мы, кстати говоря, в офисе у нас повесили плакат именно с этой картинкой. Но клиент утвердил вот в таких песочных оттенках, более популярных. И уже проект был воплощен именно с такой детской. Дорогие друзья, несмотря на то, что этот проект мы сделали 7 лет назад, в 2010 году, на мой взгляд он по-прежнему актуален. Если вам было интересно, то ставьте лайки. Если появились вопросы, то задавайте их, я обязательно отвечу. Ну а так, традиционно, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну а на сегодня всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok